Добрый вечер, это программа Город Эсс и я Елена Чернявская. 7 апреля Всемирный день здоровья и поговорим мы сегодня о здоровье будущих родителей. Медики отмечают, сегодня в России каждая пятая женщина, желающая родить ребенка, сталкивается с проблемой бесплодия. И порой единственный шанс познать радость материнства – это именно методы вспомогательной репродукции. Современные технологии, такие как ЭКО и ЭКСИ, уже помогли миллионам бесплодных пар во всем мире. В Самарском областном центре «Династия» помогут реализовать эту возможность зачать и выносить здорового ребенка. Я представляю гостю в студии Ольга Владимировна Тюмина, директор Самарского областного центра планирования семьи и репродукции «Династия». Здравствуйте, Ольга Владимировна. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, дорогие телезрители. Ну что же, Ольга Владимировна, то, что на сегодня статистика неутешительная, об этом говорят цифры. Тем не менее, основываясь на многолетнем опыте, практическом, можете ли вы утверждать, что проблема бесплодия сегодня абсолютно решаема? Елена, вопрос сложный, но необходимо сказать, что еще 25 лет назад у супружеских пар, которые столкнулись с проблемой бесплодия, не было такого шанса. Не было шанса получить высокотехнологичное лечение. Сейчас мы говорим, что каждая вторая супружеская пара достигает результата, получает долгожданную беременность. Только подумайте, 50% эффективности – это не абсолютное решение проблемы, это всего лишь решение на 50%. И во многом зависит от новых технологий, которые будут внедряться в дальнейшем, насколько мы сможем повысить эффективность до 100%. Ну, вот расскажите, пожалуйста, о вашем центре. Одно название, только «Династия» уже о многом говорит. У нас есть фотографии, я предлагаю их посмотреть, но вы расскажите, пожалуйста, о династии. «Династия» – это наше брендовое название. В нашем центре 11 врачей являются продолжателями медицинской династии. Я – врач в третьем поколении. Также название очень символичное. Мы супружеским парам, которые приходят в наш центр, помогаем продлить их династию. Поэтому каждый, кто пришел в династию, имеет надежду приобрести то счастье, долгожданное рождение ребенка. И мы стараемся в этом помочь. Сколько лет вы работаете? Сколько лет центру? Центр работает с 2003 года в направлении вспомогательных репродуктивных технологий. Мы работаем с 2008 года по государственной программе. Ольга Владимировна, а с чего бы вы посоветовали начать супружеским парам перед тем, как они решили только планировать ребенка? Мне очень хочется отметить, что планировать ребенка нужно в определенное время. Нельзя откладывать планирование ребенка на поздний репродуктивный возраст. Очень многие супружеские пары решают проблемы карьеры, обучение и считают, что дети – это само собой, но будет в будущем. Всем супружеским парам в возрасте от 20 лет до 27 лет нужно задуматься о том, что первенец должен появиться у женщины именно в этом возрасте. Это очень важно. При планировании ребеночка нужно, конечно, обратиться в женскую консультацию и пройти тот спектр обследования, которое стандартно проходит при планировании долгожданной беременности. Необходимо исключить инфекционные заболевания. К сожалению, у каждой второй женщины обнаруживаются теленые инфекции. И у женщины, и у мужчины, соответственно. Нужно исключить эндокринную патологию, так как очень часто именно эндокринная патология, как у женщины, так и у мужчины, может препятствовать не только наступлению беременности, но и нормальному течению и вынашиванию беременности. Необходимо исключить анатомическую патологию, которая может быть у женщины связана с неправильным развитием яичников, матки, для того, чтобы также планировать рождение долгожданного ребенка, и ребенок родился здоровым. Есть возможность провести генетическое обследование супружеских пар, если в анамнезе есть у ближайших родственников наследственное заболевание. То есть рождение ребенка – это очень ответственный процесс, и к нему нужно подходить очень взвешенно, супружеской паре. Я хочу немножечко заострить, прям одну секунду. Вы сказали репродуктивный возраст женщины. Я так, судя из вашего ответа, понимаю, что он с каждым годом все сдвигается в сторону минус. Поэтому сегодня-то какой он? То есть 40 лет уже рожать? Если говорить о медицинской статистике, то репродуктивный возраст – это от 15 лет до 49 лет. Ежегодно в наш центр обращаются супружеские пары в возрасте 35, 37, 38, 40 плюс. И количество пар в этом возрасте, все большее количество пар к нам обращается именно в этом возрасте, что возрывает большую тревогу. Я хотела бы, пользуясь данной аудиторией, обратиться к зрителям. В 35 лет планировать беременность, первую беременность, очень поздно. Необходимо планировать это до 27 лет. Дело в том, что по статистике количество рожденных детей в возрасте от 35 до 40 лет уменьшается в 10 раз. Если до 35 лет 60 женщин на 1000 рожает детей в Самарской области, то в возрасте 35-39 лет только 6 женщин из 1000 рожает в норме ребенка. А после 40, 1 на 1000, это естественные физиологические роды, когда мы не говорим о каких-то болезнях и диагнозе бесплодия. Когда к нам приходят супружеские пары, диагноз бесплодия уже установлен. Что такое бесплодие? Это невозможность естественного зачатия ребенка в течение года половой жизни без контрацептивов. Тогда необходимы специалисты, необходимо искать причину. Ольга Владимировна, какие современные методы аппаратных и лабораторных исследований вы применяете? Наш центр оснащен современным медицинским оборудованием и лаборатория одна из лучших в Российской Федерации. Конечно, мы выполняем весь спектр стандартных исследований, гематологических, гормональных исследований. Также наша лаборатория имеет уникальное генетическое оборудование для молекулярно-генетической диагностики. Мы выполняем такие анализы, как эчелетия пирования. По-русски это определение совместимости супружеских пар, потому что от этого зависит также вероятность наступления беременности. И при неясной причине бесплодия, когда мы не находим какой-то адекватной причины у мужчины и у женщины, показано проведение и данного генетического теста. Также в нашей лаборатории оснащена оборудование для проведения генетического скрининга эмбриона, что очень важно у супружеских пар возрастных и у супружеских пар с наследственным отягощенным анамнезом. Это позволяет выбрать генетически нормального эмбриона, который не несет хромосомные поломки. И в этом случае эффективность лечения будет больше 50%. Ольга Владимировна, немаловажно еще для будущих родителей, это, конечно, я бы даже сказала определяющим, наверное, фактом, качество предоставляемых услуг. Вот при выборе центра, скажите, пожалуйста, а какой подход в вашем центре, вот в этом отношении подход? В центре династия принцип комплексности оказания медицинских услуг. Для этого созданы все условия. Работает консультация брака семья, где услуги предоставляют все специалисты. Это, конечно, акушерогинекологи-репродуктологи. Это врач-уролог. Это врач-онколог-мамолог. Это обязательно необходимо обследовать молочную железу у женщины. Есть медицинский генетик. В случае необходимости возможно проведение данной консультации. Конечно, эндокринолог и гинеколог. Без данных двух специалистов невозможно оказать комплексную услугу качественно. Кроме того, в центре работает гинекологическое отделение, которое позволяет провести те диагностические исследования, которые необходимы также для диагностики причин бесплодия, и в случае необходимости провести оперативное лечение той патологии, которая послужила причиной бесплодия. Это хирургическое лечение, эндометриозы, хирургическое лечение непроходимости маточных труб, кисты яичников. Большой спектр гинекологической патологии, которую можно лечить малоинвазивным доступом с помощью эндоскопической хирургии. Отделение оснащено новым современным эндоскопическим оборудованием и создано очень хорошее условие пребывания для наших пациентов. Отделение в вспомогательных репродуктивных технологиях, которые работают у нас на Ташкинской, при получении беременности, в данном случае мы рекомендуем обращаться также к психологу нашего центра, который оказывает медицинские услуги медицинского психолога на всех этапах. Это до начала лечения, во время лечения и уже ведения беременности. Есть возможность нашим пациентам вести и наблюдать беременность в нашей консультации брак и семья. И в случае необходимости у нас есть акушерское отделение патологии беременности, где беременность после ЭКО будет женщиной тщательно обследована и будет назначено то лечение, адекватное лечение, которое в данной ситуации нужно. Это очень важно, когда подход именно к лечению, к обследованию, к ведению комплексно. Скажите, пожалуйста, по вашему опыту, так и происходит у вас, когда человек к вам пришел за тем, чтобы получить, родить, выносить ребенка и, соответственно, уходит уже с ребеночком? Если опять вернуться к статистике, то сейчас у нас 2221 супружеская пара являются счастливыми родителями за все время нашей работы по государственной программе. Мне необходимо подчеркнуть, что Министерство здравоохранения ежегодно увеличивало квоты. Несмотря на тяжелую экономическую ситуацию, тем не менее, квоты ежегодно увеличивались на лечение методом ЭКО. И в 2015 году, в 2016 году мы имеем 1500 квот на лечение бесплотием методом ЭКО по государственной программе в системе УМС. Уважаемые телезрители, телефоны Центра династии периодически появляются на ваших экранах. Возьмите их, пожалуйста, себе на заметку. Телефоны колл-центра. Не отчаивайтесь, позвоните. Специалисты обязательно вам помогут. Ольга Владимировна, вот зачастую, если мы говорим о проблеме, которая является сохранением и восстановлением репродуктивного здоровья семейной пары, все услуги, вот как мы уже сейчас сказали, от рождения до здорового малыша. И можно получить услуги комплексно. Ведение беременности после ЭКО. Вот какое значение в вашем центре вы придаете именно этому аспекту? Долгожданно полученная беременность методом ЭКО – это та беременность, над которой нужно очень-очень дорожить. К сожалению, у части беременных женщин происходит прерывание беременности. Для того, чтобы это не произошло, нужно предпринять все усилия. И наши специалисты, специалисты акушерской патологии беременности работают в этом направлении. Если возникают симптомы и медицинские показания для госпитализации, то есть возможность женщину госпитализировать в наш круглосуточный стационар и проводить необходимое лечение и наблюдение в рамках стационарной круглосуточной медицинской помощи. В этом случае увеличивается значительно вынашиваемость беременности. Ольга Владимировна, вы знаете, у нас есть звонок в студию. Я предлагаю его послушать. Алло, здравствуйте, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте, меня зовут Ларина Галина. Я проходила лечение в центре. Мы с мужем планировали малыша около пяти лет, но безрезультатно. По согласованию с врачами было принято решение делать ЭКО. Узнав о бесплатной программе, мы стали собирать документы в Министерство здравоохранения. Мы подали документы где-то в ноябре, а в июне я уже проводила программу. Программа была по полюсу ОМС. Попытка ЭКО оказалась положительной с первого раза. Нашей дочке уже два месяца. Хочу сказать большое спасибо врачам, которые были со мной в программе. Заведующие отделения ВРТ Маисеева Ирина Валерьевна и Мусы Марии Александровны. А также выразить благодарность директору центра за то, что такой центр у нас в Тамаре вообще существует. И решает, на мой взгляд, глобальную проблему нашего времени как бесплодие. Желаю дальнейшего процветания. Спасибо, что вы есть. Спасибо вам большое за очень теплые слова. Ольга Владимировна, я думаю, что на этот случай не единственный, конечно. Спасибо большое, Галина. Спасибо, что вы дозвонились и сказали такие хорошие слова. Недавно, совсем недавно, я была в Шантале, где встречалась с женщинами, которые планируют ЭКО по государственной программе в системе ОМС. И там была одна женщина, которая уже планирует в третий раз беременность. У нее уже двое малышей в результате ЭКО, лечения в нашем центре. С каждой женщиной после общей лекции я встречалась, индивидуально разговаривала, отвечала на вопросы. И я, когда услышала эту историю, что она уже третий раз сдает документы в министерство для того, чтобы прийти к нам на лечение, я была очень рада, что такие случаи есть. И мне хотелось сегодня рассказать всем жителям Самарской области, что ЭКО по государственной программе в системе ОМС действительно доступно. Необходимо начать обследование незамедлительно. Собрать пакет документов, он сейчас минимальный, и направить их в министерство здравоохранения. И через 6-9 месяцев вы получите направление на лечение. У вас есть возможность выбора медицинской организации, которая работает в системе ОМС. Конечно, я вас приглашаю в наш центр. И наши специалисты окажут все необходимые консультации и окажут ту медицинскую помощь, которая в данном случае нужна, чтобы получить долгожданного ребенка. Ольга Владимировна, я не могу не задать вам вопрос. Коль уж мы с вами заговорили об ОМС, скажите, а есть ли очередность по программе ОМС в ваш центр? Да, конечно, есть. Она уже сегодня прозвучала в эфире. Это 6-9 месяцев ожидания в реестре. Этот реестр доступен для контроля. Это открытый реестр по номеру, коду, который присваивается каждой женщине. То есть можно следить? И можно следить на сайте в режиме электронную, через сайт Минздрава, как движется очередь. Ну а у вас в вашем центре, то есть когда очередь подошла, можно прийти и уже начать обследование и лечение соответственно. Получив направление, да, супружеские пары приходят к нам, проходит то минимальное обследование, которое нужно для вступления в программу, и дальше начинается лечение. Само лечение проходит по времени от трех недель до четырех недель. Есть короткие протоколы лечения, есть длинные протоколы лечения. В данном случае врач выбирает, какой протокол применить. Если говорить об этапности, то первый этап – это стимуляция эволюции, второй этап – это пункция, культивирование эмбрионов, и на третьи или пятые сутки происходит перенос эмбриона. И последний этап – это диагностика беременности. Если мы по биохимическому маркеру беременность диагностировали, то уже через неделю женщина приглашается на ультразвуковой контроль. Это подтверждение клинической беременности. Ольга Владимировна, а можете ли Вы рассказать о каких-то, может быть, инновационных технологиях репродуктивности, о которых, может быть, еще не все знают? Я здесь имею в виду уникальность и индивидуальность центра династии. Индивидуальность заключается в том, что мы применяем молекулярно-генетические тесты для диагностики очень сложных состояний, которые обычными лабораторными методами уловить нельзя. И супружеской парой, как планирующей беременность, так и супружеской парой, которая прошла несколько циклов ЭКО, но уже безрезультатно, второй, третий цикл, и мы не получили долгожданную беременность, необходимо задуматься о том, что здесь дело в генетике. Наши гены определяют все. И сейчас то исследование, которое мы внедрили, позволяет определить не только 114 многофакторных заболеваний и 155 наследственных заболеваний, но и определить личностные характеристики человека, определить его чувствительность к 60 различным медикаментам для терапии, возможно, те медикаменты, которые применяют, они неэффективны, это связано с генетикой. Есть возможность определить склонность человека к различным талантам, то есть может быть человек музыкант, но об этом он не знает, у него есть склонность к занятию музыкой, к рисованию. Это очень интересно для всех, для любого возраста, не только для взрослого человека, но и для ребенка, чтобы родители знали, в каком направлении развивать малыша. Ольга Владимировна, я так полагаю, вы говорите о генетическом паспорте или я ошибаюсь? Совершенно верно. Это называется генетический паспорт. Это ту услугу, которую мы внедрили совсем недавно. Необходимо только уже не кровь сдать, а плюнуть в пробирку. Из вашей слюны будет выделено ДНК и будет проведен многофакторный анализ и определены те наследственные предрасположенности, которые помогут врачам таргетно лечить пациента. Я думаю, что в будущем медицина будет действительно таргетная и основана на знаниях своих генов. Зная генетические особенности, мы будем применять персонализированный подход и уже его применяем, персонализированный подход к лечению. Это опять же изюминка от центра династии? Да, это изюминка, конечно. Ольга Владимировна, много мифов, скажем, прямо существует с последующим здоровьем деток, рожденных с помощью ЭКО. Разведите их, пожалуйста. Мифов действительно много, Елена. Один из основных мифов, что дети после ЭКО не могут иметь своих детей. Это абсолютно неправда. Нет ни одной статьи, опубликованной в современном научно-медицинском журнале, которая подтверждала данный миф. Это я могу сказать совершенно отчетливо, что это так. Есть миф, что дети рождаются с рожденной патологией. Это тоже неправда. Есть частота встречаемости определенной хромосомной патологии, пороков развития, пороков развития сердца, нервной трубки. Частота встречаемости данных пороков популяции. Так вот, дети после ЭКО — это такие же дети, как рожденные в популяции. Кроме того, в прошлом году я была на международной конференции репродуктологов, где звучали доклады наших коллег, которые привозили данные о международном регистре деток после ЭКО. И хочется отметить, что уровень интеллектуального развития у этих детей значительно выше. Без достоверной разницы, нет статистической разницы в достоверности, что выше значительно. Но эти дети более любимые, более долгожданные. В них родители вкладывают всю свою душу, любовь. И поэтому уровень развития интеллектуального у данных деток немного, но выше. Ольга Владимировна, я хотела бы вам задать вопрос следующий. Как правило, супружеские пары, которые применяют метод ЭКО, ну, закономерность — это или данность, когда рождается двойни-тройни? Вот здесь как регулируется этот момент? Ведь не всегда пара готова сразу к двоим деткам. Конечно, и мы к этому не призываем. Есть супружеские пары, и я с этим встречалась, которые просят обязательно перенести два эмбриончика. И они надеются получить двойню, потому что хотят двух деток. Но для женского организма выносить двойню крайне сложно. Если говорить о сложностях, связанных с беременностью, это именно беременность двойней, а тем более тройней. Рождение деток вне положенного срока, то есть недоношенных деток. И недоношенные детки, именно у них есть те проблемы со здоровьем, о которых, соответственно, так много говорят, что детки не такие. Для того, чтобы это избежать, мы сейчас перешли на селективный выбор одного лучного эмбриона. Но только в том случае, если есть медицинские показания у женщины к переносе одного эмбриона. Перенос двух эмбрионов дает большую эффективность. И в зависимости от возраста женщины, от количества полученных яйцеклеток, от количества полученных эмбрионов, в данном случае решение принимает три человека. Эмбриолог, врач-репродуктолог и, конечно, сама женщина. Сколько эмбрионов переносить? Спасибо. Вот вопрос от телезрителей хочу вам задать. Слышали, что очередь на квоты, предоставляемые государством, такая большая, что детородный возраст у женщины закончится, когда она подойдет. Реально ли попасть по государственной программе в ваш центр? Конечно, реально. Мы недавно оценивали возможности квот по государственной программе покрыть всю потребность. Она покрывается. 1600 женщин сейчас находятся в очереди. 1500 квот выпало. Но 100 женщин – это те женщины, которые по семейным обстоятельствам, по личным обстоятельствам, они не придут к нам на лечение по своей инициативе. Поэтому 1500 женщин придут на лечение в этом году, и все квоты, соответственно, будут реализованы. И это доступно. Средняя длительность бесплодия тех супружеских пар, которые к нам приходят в центр, составляет где-то 7 лет. Это очень много. Не надо ждать 7 лет, дорогие. Нужно приходить раньше. Раньше, как только зазвенел звоночек, что через год нет долгожданного счастья, нет ребеночка. Вот тогда нужно обращаться и не ждать 7 лет. Тогда детородный возраст вы не пропустите. Ольга Владимировна, вот так быстро пролетело наше с вами время. Подводя итог нашей программы, конечно же, я хочу предоставить вам заключительное слово. Дайте, пожалуйста, профессиональный совет тем, кто задумывается о рождении ребенка с помощью тех современных методов, о которых мы сегодня говорили. Пожалуйста. Дорогие женщины, ваше репродуктивное здоровье в ваших руках. Нельзя делать абортов. Нельзя иметь большое количество половых партнеров. Это все плохо сказывается на женском здоровье. Операции, которые по медицинским показаниям проводят женщинам, а это 70% женщин после оперативного лечения обращаются далее к нам в клинику. Это также причина бесплодия. Пожалуйста, в молодом возрасте планируйте свою семью, планируйте рождение ребеночка вовремя. А если случилось так, что это не получается, родить ребеночка самостоятельно, пожалуйста, приходите к нам в центр, мы вам обязательно поможем. Ольга Владимировна, я не спросила вас еще о психологической помощи, которую вы оказываете, предваряя появление ребенка, зачатие его и вынашивание, ну и, соответственно, если вдруг что-то не получилось. Есть ли у вас такая услуга? И важна ли она? Это очень важное направление работы. У нас работает медицинский центр социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. И медицинский психолог, который работает в этом центре, он оказывает весь комплекс услуг не только, конечно, беременным женщинам, но и женщинам, планирующим беременность, женщинам, которые находятся у нас в цикле на лечение, и женщинам, получившим беременность. И та психологическая напряженность, которая существует у женщин, ее нужно с помощью специалиста, медицинского психолога, ликвидировать для того, чтобы получить результат, предгожданную беременность. Ольга Владимировна, а есть ли какое-то количество ЭКО, сделав которое, уже нельзя делать больше? Ну, вы поняли, да, о чем я вас хочу спросить? А в медицинской литературе таких данных вы не найдете, что больше пяти, больше десяти делать нельзя. Есть только критерии, как медицинские противопоказания и целесообразность. Целесообразность сделать ЭКО собственными яйцеклетками после 40 лет? Совершенно нет. Статистика показывает, что это будет неэффективно. Есть другой метод лечения с яйцеклетками донора. Для этого существуют донорские программы, как доноры спермы, так и доноры яйцеклеток. Ну что же, наше время подошло к концу. Я говорю вам огромное спасибо за то, что пришли поделиться такой важной, такой нужной информацией сегодня в Международный день здоровья. Конечно же, всем здоровья! Спасибо! Всем здоровья! Всего доброго! До свидания! До свидания! Субтитры подогнал «Симон»!